Полное описание и точная дата выхода с первой по шестую серию нового российского сериала «Проспект обороны». С первую по шестую серию сериала будут выходить на телеканале НТВ с 18 марта по две серии в день. Первая и вторая серия. Александр Астахов одержим мечтой сделать из сына Дениса чемпиона по боксу. Перед решающим боем, который решит, пойдет ли Денис в профессиональный спорт, соперник Олег Волков провоцирует его на драку. Бой отложим. Мать Дениса, Анна, упрекает Астахова, что для него спорт важнее семьи. Дочь Астахова Лиза тайком встречается с владельцем ночного клуба Бандерасом, так как отец против их романа. Сын Валентин болезненно переживает развод с женой, свое положение отца-одиночки и предъявляет родителям претензии по поводу усыновления чурки Руслана. Криминальный авторитет Сергеевич в счет прошлых долгов просит Бандераса убрать своего бухгалтера. Астахов собирается дать взятку Тенгизу, который обещает уладить конфликт с федерацией бокса, но сначала он должен договориться с Сергеевичем. Третья и четвертая серия. Лизу вызывают в отдел убийств. Исследователь Миронов интересуется бывшей женой Валентина Катей, которая пропала два года назад. Астахов просит у Анны прощения. Она соглашается вернуться, чтобы Денис мог готовиться к бою. Валентин бросит в долг у Тенгиза, но тот отказывает. Тогда Валентин продает ему свою долю в спортивном зале и отдает деньги Иреку, подручному Бандераса. Ирек его шантажирует. Астахов видит около дому машину Бандераса. Когда Анна выходит встречать приехавших сыновей, раздаются выстрелы. Анна убита. Денис тяжело ранен. Миронов допрашивает семью Астахова. Все указывает на то, что убийца Бандерас. Он же пытается убедить Лизу, что никого не убивал. Астахов обещает Наталье жениться на ней, как только Денис поправится. У парня критическое состояние. Ему срочно нужны дорогостоящие лекарства. Пятая и шестая серия. Миронов допрашивает Бандераса. Астахов упрекает Бормана за то, что они отдали деньги свисту. К Миронову приходит Лиза и утверждает, что во время стрельбы Бандерас был у нее. За Валентином следит частный детектив Парфенов. Особенно его интересует общение Валентина с сыном Петей. Борман и Астахов безуспешно пытаются найти деньги. И Крис, и Тенгиз им отказывают. Наталья приходит к Тенгизу за деньгами. Она готова на все. Он обещает дать нужную сумму и привозит ее в баню, где развлекаются его дружки. Валентин пытается нажать на Лизу, чтобы она забрала свои показания. Когда Астахов узнает, что Тенгиз сделал с Натальей, он решает ограбить Тенгиза. Наталья крадет пистолет у отчима, собираясь поквитаться с Тенгизом. Валентин, Ирек, Фил и Свист идут его грабить. В это же время к офису Тенгиза подъезжают Астахов с Борманом. Наталья прячется в туалете. Валентин убивает Тенгиза. А Ирек опустошает сейф. Астахов видит, как после выстрелов из офиса выходит Наталья. Он решает, что убийство совершила она. Мага дает Руслану деньги в долг. Но из больницы сообщают, что Денис умер. Напомним, с первую по шестую серию сериала будут выходить на телеканале НТВ с 18 марта. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok